Бадминтон серьезнее, чем кажется. В минувшие выходные в Иваново съехались лучшие бадминтонисты со всей Центральной России. Более 50 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Ивановской области. Бадминтон в нашем регионе активно развивается. Большинство выбирают его потому, что, чтобы добиться успеха в этом виде спорта, не обязательно начинать заниматься им в детстве. У нас любительские группы больше и больше, увеличиваются у нас любительские группы, потому что даже не молодые спортсмены, не дети, а уже в возрасте люди понимают, что этот вид спорта можно играть, развивать себе и физически, и эмоционально, и так далее, и так далее. Поэтому в Иваново уже достаточно хорошо развиваемся. Бадминтон у большинства ассоциируется с пляжным временем препровождения. На самом деле это не совсем так. Этот спорт с 1992 года включен в число олимпийских. И не случайно. Если суммировать все передвижения спортсмена-бадминтониста за игру, то в длину может набежать до 6 километров, а в высоту – километр. Это один из трех самых тяжелых по физическим нагрузкам игровых видов спорта. Но физическая форма спортсмена не единственная, от чего зависит исход дуэли с ракетками. Надо думать очень хорошо и бегать, чтобы до всех воланов успевать. Чтобы выигрывать, надо своего соперника гонять по площадке. Здесь все группы мышц тренируют зрение. Вот мы обсуждаем и говорим, что бадминтон. В принципе, реакция, сила, выносливость, растяжка, скорость, сила удара. Не знаю, здесь нужно уметь все. Поэтому зрение получается, суставы. В общем, все многое такое. Хороший вид для всех. В домашних соревнованиях ивановцы проявили все лучшие качества. Как итог, завоевали 10 медалей. Пока, конечно, не олимпийских. Но в будущем все может быть. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.